Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение». Агропромышленный холдинг Дороничи. «Особое мнение» на 101FM. 13.04 на часах. В эфире «Особое мнение» в студии Дарьи Тепузлиева. И мой гость, генеральный директор и главный редактор телеканала «Ренкиров» Юрий Шлемензон. Юрий Львович, здравствуйте. Добрый день. У меня уже 13.05. Как обычно, я произнесу свою фразу. Все сказанное мной в эфире является моим оценочным суждением. О нас можно услышать на частоте 101.0. Онлайн-трансляция эфира, а также видеотрансляция из нашей студии идет на сайте eho.kirova.ru. Номер для ваших смс 8909 720 101.0. Вопросы вы также можете успеть задать через форму анонсов на нашем сайте eho.kirova.ru. Мы начнем, наверное, с самой обсуждаемой темы последних двух дней. Никита Белых наложил вето на закон по налогу на имущество организаций. Документ предполагал сохранить пониженные ставки на имущество только для тех частных инвесторов, кто занят в обрабатывающем производстве. На пленарном заседании за него голосовали дважды. Первый раз инициатива Дмитрия Русских не прошла. После перерыва он заметил, что в итоговом протоколе есть какие-то неточности, не учтен ряд голосов. Ну да, и его в том числе. Да, и со второго раза депутаты все же приняли законопроект. Такое какое-то чудо-чудное, диво-дивное произошло. Но потом тут же практически на следующий день стало известно, что Никита Белых наложил вето. Вот эта ситуация, как ее вообще можно расценить? То, что депутаты дважды голосовали за этот законопроект, и со второго раза он прошел? Это какие-то недопонимания или что это? Такое бывает. Я хотел бы посмотреть... Ну, многие уже обсуждали эту тему, да. Я хотел бы ее посмотреть с другой стороны. Я вот готовюсь к вашему эфиру. И знаю... Наверное, как думал, что будет такой вопрос, посмотрел информацию наших печатных СМИ. И одно из изданий известных, я не буду его упоминать, люблю коллег ругать, написало. Я приведу вам дословно. По мнению губернатора, принятие закона связано с путаницей при голосовании. А на самом деле, большинство депутатов поддерживало позицию правительства, которая выступила против. При обсуждении на комитетах все согласились с логикой правительства, и при голосовании тоже. А потом началось переголосование, при котором многие запутались, а профильных замов не было, так как ранее вопросы не задавались. Пояснил в своем твиттере Никита Белых. Ну, как бы там продолжение идет. Я почему-то решил взять, да и посмотреть, что же написано в твиттере Никиты Белых. Потому что, понимая, что Никита Юрьевич на самом деле не мог так сказать, что какие-то там депутаты типа дурачки или вообще ничего не понимают, взяли себе, наголосовали, все перепутали. Ну, не в стиле это Никита Юрьевича так говорить о депутатах наших, тем более публично. То есть вы к тому, что в твиттере этого нет? Вот в твиттере я этого не нашел. Может, это как-то особым способом удаляется. Но я не очень уверен, на самом деле, сказать, что Никита Юрьевич такого мнения о действиях наших депутатов. Вот на этом бы я практически поставил точку в этом вопросе. Хотя действия Никиты Юрьевича мне на самом деле не очень понятны. Этот закон действовал на территории Кировской области. А потом он был отменен через определенное время. А в июне, если я не ошибаюсь, или в июле 2015 года он был вновь введен. Ну, мы понимаем, что Никита Юрьевич вообще-то в экономике человек, который разбирается реально, да. И если он планирует о том, что, будем говорить, потери вот где-то получение налога влияет на весь баланс и на бюджет, и он на это идет, то есть, наверное, какая-то мотивировка в этом вопросе. И я думаю, что Никита Юрьевич в ближайшее время публично это выскажет. И тогда можно понимать его действия, да. А на данном этапе вот я бы на этом поставил точку. Ну, я, наверное, чуть-чуть еще не точку, потому что вот не знаю, насколько для вас это будет мотивацией. То, что у Белых точно было в Твиттере, это то, что ВЕТО он наложил по причине назначенного на декабрь комплексного рассмотрения эффективности всех налоговых льгот. Это я читал. То есть, а тут можно понимать, что... Ну, мы уже прекрасно понимаем, что если за 30 дней до вступления налогового периода это не опубликовывается в печати, то данный законопроект в силу не вступает. Нет, ну а возможно ли, что тут все... Не, невозможно. Вы подумали о том, что льгот станет больше, а на самом деле, может, станет меньше. Никита Юрьевич скажет, а нет, вот мы лишим не только этих, но и тех, тех и других. Это может произойти только в следующем налоговом периоде. Насколько я понимаю. Потому что за 30 дней пройдет к этому времени. Может, ну, период доступит просто позже. А на ваш взгляд, вот эти 130 миллионов, о которых вот в данном конкретном законопроекте речь шла, они нужны кому сейчас, бюджету или инвесторам? Они нужны и тем, и другим, конечно. Эта цифра, я не очень уверен именно в этой цифре, на самом деле. Может, она и больше, может, и меньше. Я думаю, что не всегда потери бюджетов, сииминутные, важны. Может, в перспективе эти льготы могут дать какой-то эффект, который понимает, как экономист Никита Юрьевич. Я не очень глубоко изучал эту тему, поэтому судить о перспективах сохранения налога не берусь. Возможно, тогда вы глубже изучали другую тему, тоже с пленарного заседания. Депутаты сняли ограничения по продаже алкоголя в воскресенье. То есть изначально, сейчас пока мы еще можем только до пяти вечера купить алкоголь, потом будет до десяти. И я тут посмотрела, думали, все, с чем это может быть связано. Нашли аналогичные меры в Самаре. Ну, не только в Самаре. Я не знаю, насчет только ли там. Но вот в Самаре в парламент выходят с точно такими же поправками, чтобы снять это ограничение. Ну, у нас это всегда идет под спочки. По всей стране обычно действия, связанные с алкоголем, они очень редко являются единичными, как принято в регионе, например, в Чечне. Ну, эффективность и целесообразность вот этих ограничений на самом деле никем не доказана. Мы прекрасно понимаем, что люди, если есть ограничения временные, могут купить впрок, да, могут приобрести еще что еще хуже, контрафактную или продукцию вообще не соответствующую никаким стандартам. О том, что кратковременный результат сокращения продажи существует, да. Происходит сокращение преступлений, связанных с алкоголем. Но это все в краткосрочном периоде. В длительном периоде мы получаем рост отравления от суррогатов, отравления спиртосодержащими препаратами. Ага, ну, можно я вот сразу перебью? То есть, если нет статистики о том, что это не помогает... Она есть, на самом деле. А кто ее подводит? У нас все подводит один Росстат и Минздрав. Это не говорит о том, что она не существует. Откуда вы тогда эту статистику знаете? Я этой темой давно интересовался, еще будучи депутатом, и продолжал смотреть материалы по этой теме. Она есть, она есть в открытых источниках, на самом деле, если ее запрашивать правильно. Ага, ну вот ваши коллеги по общественной палате, когда, ну, как сказать, выступили против этого законопроекта? Нет, не так, вы не правы. А как дело было? Там совсем не так. Выступили члены общественной палаты, в своем решении написали о... что они против ограничения площадей мест продажи алкоголя. Вот по этой части. Исключительно по тому пункту. Да, именно. По пункту разрешения временных сроков как раз все члены комиссии, в которой я являюсь членом, экспертной комиссии этой, проголосовали за. А вот против сокращения... Не сокращения, а снижения площадей... Ну, доступность 8,32, как мы называем проекты. 8 столов, 32 посадочных места. Вот мы посчитали, что это есть ограничение, это монополизация услуги. Но, с другой стороны, мы понимаем, что меньше столов, это уже закусочные напивайки. Неправда. Неправда. У нас есть контролирующие органы, которые не хотят работать. Это дело контролирующих органов. То есть, если они не могут это контролировать, это их проблема. Вот я случайно, не случайно поприсутствовал как раз на комитете областной думы, который нашего законодательства принимал. Так вот, выступающие по этому пункту как раз были лоббисты. Понятно, от кого. Не буду их фамилией называть. Сегодня никого не называли. Они были достаточно, будем сказать, даже если... Можно сказать, даже практически агрессивны при своих выступлениях, когда разъясняли свою позицию. А в чем агрессия выражалась? Ну, в форме подачи информации. Я присутствовал в этом месте. И вот мое личное ощущение, это было, подчеркиваю, мое личное ощущение было, что они в ответ на мое разъяснение позиции общественной палаты выступали достаточно агрессивно. Нет, это все было корректно, конечно. Но представители как раз... Ну, не буду говорить, что они прямые представители, хотя был один из прямых представителей. Те, кто реализует алкогольную продукцию. И производит. А может это быть как-то увязано со словами Валентины Матвиенко? То, что она озвучила пару недель назад о том, что падение продаж алкоголя для бюджета уже практически катастрофично. Ну, это мы понимали еще с Горбачевского периода. Давайте мы приземлимся на территорию Кировской области. Вот на заседание комитета приводилось представителями производящей фирмы и продающей в том числе в холдинге о том, что продажи на внутреннем... Мы говорим о внутреннем рынке Кировской области исключительно. Их продукции сократились на 30%. Если я не ошибаюсь, да, на 30%. А, нет. Да. Общий объем сократился производства на 10%, а внутренние продажи на 30%. Понятно, да? Это говорит о том, что... Или это неправильная маркетинговая составляющая, ну, как бы не догоняет кое-чего, да? Или это говорит о том, что рост продажи контрафактной продукции на территории Кировской области, да? Это о том, что нас обыгрывают иногородние игроки в том числе. Ну, я больше склоняюсь к... Не берусь убеждать, у меня немножко не хватает данных для полного выяснения этого вопроса. О том, что рост контрафакта происходит на территории Кировской области. Ну, это подтверждает действия наших органов полиции о том, что постоянно этот склад какой-то открывает, изымается, да? Контрафакты или там нелегальные вообще продукции. Вместе с тем, я понимаю, что и в маркетинге есть тоже проигрыши на внутреннем рынке. То есть продажи за территорию области выросли, как они говорят, а внутренние упали. То есть бюджет Кировской области из-за этого, да, получает, понятно. То есть они не смогли сработать в свете вот этой антиалкогольной компании или что? Да. Ну, не антиалкогольной. Я думаю, что здесь идет рост продажи контрафактной продукции, другой. Не все идет легальных продаж. Очень я сомневаюсь, что у нас уровень потребления в области вдруг резко снизился. Ну, на те же... Ну, Кировская область там недавно вошла в список опять самых пьющих регионов. Ну, это такое, знаете, относительное понятие. Я вот не очень верю этой статистике, на самом деле. Она вся такая статистика у нас немножко эмпирическая, по-моему, так говорить, мягко сказать. Ну, у нас другой ее нет, поэтому приходится на нее ссылаться. Отвлечемся тогда немного от пленарного заседания. И алкогольные темы. Но к нему все равно потом еще вернемся. Да. На сайте у нас задали вам вопрос. Юрий Львович, добрый день. Как ваш прогноз на выборы в Госдуму и УЗС на территории региона? Какие партии и кандидаты пройдут? Спасибо. Очень сложный вопрос. Если бы я это все знал, я бы, наверное, чем-то другим занимался на самом деле. Я думаю, что практически расклад очень мало поменяется в соотношении мест по партиям. Ну, то, что зовет Единая Россия и все остальные. Да. Мы же очень прекрасно понимаем, что, используя одномандатные округа, одна из ведущих партий в том числе набирает количество голосов и создает себе большинство. Но очень много будет зависеть, я так понимаю, экономической ситуации в регионе, в том числе, в стране и в регионе. А чем-то вообще будут отличаться сильные результаты, то есть на федеральном и региональном уровне? Ну, вот осенние выборы по регионам, тоже достаточно большое количество регионов уже, да. Ну, практически везде совпало. Хотя отдельные регионы выбивались из общей политики. Ну, не может быть везде все одинаково, да. Я думаю, что Кировская область даст результат, который от нее ожидают. А какой результат там ожидают? Ну, результат один ожидает, что главная партия должна победить. И возвращаемся тогда назад на пленарное заседание. Доклад зачитал министр ЖКХ Богомолов о том, что из тысячи домов, запланированных к капитальному ремонту в этом году, сдали пока 47. Могу немножко привести цифры по этой теме. Я не суперспециалист, но то, что я знаю. То есть что-то у вас есть еще, да? Ну, в голове дай кое-что и есть. Я знаю, что Кировская область является третьей среди областей Российской Федерации по качеству собирания денег. У нас там 78% или 76% зашкаливает. Это уже за 80%. Уже за 80%. Ну, то есть это же из этого же нападут цифры, да? Мы должны собрать где-то порядка 780 миллионов рублей. Отторговали, как говорят специалисты, 330 всего. Торговали поздно. Да, торговали поздно. Понятно, что... Но мне в этом вопросе больше всего, знаете, что нравится? О том, что собранные деньги лежат на депозитах в банке. Я не знаю, в каком банке, к сожалению. Под 5%, насколько я знаю. Да, под 5%. Ну, есть еще вопросы ко мне? Я думаю, что нет. Все понятно. Чтобы понятно было, да, на пленарном заседании тоже у депутатов возник этот вопрос по поводу процентов. Вот смотрите. Совсем недавно была встреча представителей ОНФС Владимиром Владимировичем Путиным, да? И там возникли вопросы особых экономических зон. Государство вбухало в эти экономические зоны сумасшедшие деньги по регионам. Сделано мизер, но зато все хорошо лежит в банках, и это все работает. То есть с банком хорошо. И вот мы видим, что такая сложная экономическая ситуация. А Сбербанк впервые получил прибыль в третьем квартале. С чего бы это вдруг? С чего бы это вдруг, да? Работают хорошо, там очень эффективный менеджер. А сама вот эта цифра, 47 домов, потому что на протяжении всего вот этих полугода мы много раз задавали этот вопрос. Да, представители ОНФС посещали, я не входил в эту комиссию, посещали и проверяли качество домов. Но качество там тоже страдает. Ну, там, если сказать страдает, это очень мягко. Кроме обычных слов на русском языке, спрашивающие у жителей этих домов, как вам нравится, как сделан ремонт, слышали вот то, что у нас в эфире непозволительно говорить. Ну, я думаю, все понимают, как это все делается. Да, мы же законопослушные с вами граждане, поэтому я не буду повторять здесь. И слышали ото всех. Ну, при этом Богомолов сказал, что, а чего вы ждали? То есть программа работает первый год. И что? И использовал он там такую аллегорию, что вот, мол, какая машина без обкатки сразу уходит на дорогу. А если бы это делали для своего личного дома? Обкатка тоже такая же была? Я тоже думаю, что было все по-другому. Ну, то есть, а можно называть эти результаты провальными? Конечно. По-другому я не расцениваю. Это просто оббирание населения. Если бы это давало эффект, мы видели, что что-то происходит, ну, да, тяжело вносить эти немаленькие суммы для семьи любой. Тогда есть за что страдать. А когда ты понимаешь, что ни о чем... Единственное, что в этом вопросе внесен законопроект в Государственную Думу о том, что людям, которые старше 70 лет, там будет послабление в этом вопросе. Да, они большие. Сбил меня ваш телефон. Да, извиняюсь. Ну, к чести Богомолова, то есть, он не стал там лукавить сильно и сказал, что такая же ситуация, то есть, вот эти вот дома, которые в этом году не отремонтируют, они перейдут на следующий год. И он заявил, что эта ситуация, в принципе, будет сохраняться и в последующие годы. Возможно, не в таких объемах... Вот это очень плохо, что он это заявил. Вот это мне очень не нравится. Ну, а тем не менее, ведь так и будет. Я думаю, что предпримут какие-то супермеры. А какие меры можно принять, если из тысячи домов 50 отремонтировали? Давайте говорим так. Выкладываются очень огромные лоты, которые не могут потянуть... Не справляются с ними проектные организации просто. Нет, проектные, слава богу, у нас сейчас правы. Да, и проектные тоже, кстати, не справлялись. Тяжело, да? Будем говорить о строителях, о ремонтниках, строителях, да? Если эти будут лоты раздроблены, получается как? Большой лот берет огромная организация, нанимает подрядчика, потому что она понимает, что она справиться с этим не может. Контроль за субподрядчиками нарушается. Вот, и дальше, и дальше, и дальше. А так как у нас сейчас ограничен въезд, так называемых, гастарбайтеров, тех, этих приходится местными силами. У меня силы не хватает. Но при этом была еще мысль, что маленькие лоты будут невыгодны. Кому? Компаниям самим. Вот давайте... Ну вот я не строитель, поэтому я не знаю, мне выгоднее покупать большой лот или маленький. Понятно, что монополисты все затачивают под себя. Но ведь весь мир на монополистах построен. Большого риска. То есть можно справляться с маленькими силами. Давайте попробуем, чтобы не только эффективные менеджеры, это одно из моих главных матерных слов теперь, занимались этими процессами, а доверили малому, микробизнесу, среднему бизнесу заниматься этим вопросом. Таким образом ситуацию можно будет немного поправить. Конечно, мы тогда больше людей... Мы же сами понимаем, что объемы строительства падают, по известным экономическим причинам. И они очень хорошо переориентируются на ремонт таких домов. Я думаю, да, маржа меньше наверняка. Но вместе с тем это трудоустройство, это сохранение кадров, это сохранение вообще самой организации, если практически для этого может дойти. Поэтому, да, это затрудняет. Чиновникам надо сделать не 600 лотов, а 6 тысяч лотов, например. Это же большая нагрузка для низкооплачиваемых наших чиновников. А если... Это же неудобно. То ли с тремя иметь дело и договариваться с ними. Или с 30-ю, или с 300-ми. А если замахиваться не на такое количество домов? То есть вот эта вот тысяча домов в год, она нам зачем? Там же... Нет, есть же год дома. Ну 30, да, программа рассчитывала на 30 лет, нужно уложиться. Ее надо уложиться, а домов оказалось до и больше. Сейчас, по-моему, очевидно, что в 30-е лет мы уже не уложимся никак. Ну, еще неизвестно вообще, что будет через 30 лет. Вопрос встает уже о том, на сколько лет это все растянется. Нет, давайте вот сейчас есть собранные деньги. Давайте эффективно их потратим. Первое, что сделаем. Эффективно потратим эти деньги с качеством ремонта. Не просто замазывание побелкой и покраской стен. И иногда с ремонтом кровли. Ведь капитальный ремонт предусматривает не только замену крыши. Это же замена практически всех коммуникаций должна произойти. И с этим возникает проблема. А вы не были ни разу ни на одном из объектов? Не смотрели на ремонт? Повезло вам. Я не был, да. Мои коллеги были, я не был. Перейдем тогда с регионального уровня на городской. Владимир Быков заявил, что в каждом районе появится большая многофункциональная спортивная площадка. При этом стоимость каждой составит порядка 5 миллионов рублей. 1 миллион выделит городской бюджет. Остальные деньги собираются изыскивать с помощью наказов избирателей и по проекту поддержки местных инициатив. Не дорого ли для спортивной площадки? Вы знаете, во-первых, я не могу понять, что собой представляет эта площадка. Я презентации такой площадки не видел. Я могу на собственном опыте то, что я делал сам. То, что ты сами делал. Хоккейная площадка, установленная на стадионе трудовые резервы. А там уже установили, да? Нет, это было еще до того, как начались все работы. Она обошлась с установкой, с покупкой где-то около полумиллиона рублей. Значит, бассейн я устанавливал в парке Аполло, для которым пользовались все лето лагеря школьников. Это обошло где-то в районе 100 тысяч. Ну и эксплуатационные расходы составили за весь летний период порядка 20-25 тысяч. Потому что ингредиенты надо было менять, дежурные были, инструктор присутствовал. Поэтому, если будут такие площадки сделаны, как представляет городская власть, конечно, хорошо. Я понимаю, что это будет объем примерно с хоккейную площадку. Но наверняка там будет сделано покрытие для лета, ну резидовое покрытие на корте, чтобы можно было играть в футбол. Ну появится там какое-то количество стальных конструкций для турникетов. Просто мы посмотрели примерно, сколько стоят эти стальные конструкции. Ну, я думаю, что это... Ну, может, там будет какое-то суперосвещение. Может, будет тартановая дорожка вокруг этого комплекса метров 200-300. Я берусь обсуждать. Вот из тех моих пониманий, ну, можно, наверное, если экономить, там 2-2,5 миллиона уложиться. Ну, я не знаю проект этой... Может, это суперсооружение. Я думаю, что это очень богатое будет. Да, может, это будет некое покрытие от влаги, навесное покрытие. Может, это какой-то модуль там будет мне неизвестный. Я проект не видел, поэтому очень сложно говорить о том, чего не знаешь. Ну ладно, предположим... Я просто вот на собственном опыте представляю, что... Предположим, это будет какая-то большая, хорошая площадка, спортивная, оснащенная со всех сторон, с покрытием. Даже не одна будет, я так понимаю. Ну, изначально вообще разговор шел о том, чтобы сделать такую в каждом микрорайоне. Там же ППМИ еще принимает участие. Вот, но потом, видимо, стало очевидно, что денег-то все равно на все микрорайоны не хватит, поэтому... Да у нас есть депутаты, они к выборам готовятся, они помогут. Вот, а реально с помощью ППМИ недостающие средства собрать? То есть, если вот на это выделит один миллион... Ну, есть депутаты, которые могут помочь. Ну, у депутатов там тоже ведь немного денег на наказы. Это вам кто такой? Ну, по 700 тысяч. А личные, а личные средства? Ну, а личные... Нет, тут вот речь идет о наказах именно. Они же собираются выбираться в Думу. Почему одним из способов популяризации своей деятельности построить спортивную площадку, и все будут довольны? Я бы поддержал таких депутатов очень даже сильно. Ну, то есть, вы на самом деле думаете, что депутаты начнут собираться там по 3-4 человека, скидываться на спортивные площадки? Которые по одному могут собраться, на самом деле. Тогда будем узнать, что... Не, ну и население, я думаю, что... Если они увидят, что это хорошо, почему население... Это же можно... Это же можно... Может, там по 100 рублей, по 200... Ну, большое количество людей вложится, и это будет нормально. И не надо собирать там по тысяче и десятками тысяч. Ну, я просто посмотрела, сколько обычно по проектам ППМИ собирают. Ну, там суммы вроде где-то 200-300 тысяч. Ну, ППМИ в основном это было в районах и поселениях. Это же не город Киров. А Киров может собрать больше. Конечно, может больше собрать. Пройдут правильную информационную работу. Депутаты встретятся с населением в дворах, там, на предприятиях, ну, в дворцах, там, не знаю, где-то, в администрациях. Разъяснят население. Все поймут, что это очень хорошо и, наверное, принесут деньги. Я надеюсь, что из депутатов нас кто-нибудь слышит и уже мотает на ус. Да, они уже давно, наверное, мотают. Личные денежки нужно выделить на спортивные площадки. Конечно, это всегда плюс в работе депутата. Мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после продолжим. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение». Агропромышленный холдинг Дороничи. «Особое мнение» на 101FM Для тех, кто только подключился, в эфире «Особое мнение» в студии Дарьи Топузлиева и мой гость, генеральный директор и главный редактор телеканала «Ренкиров» Юрий Шлеминзон. Мы переходим к следующей теме. Культурный фонд «Яркий город» обратился к правительству с просьбой передать им функции по организации мероприятий событийного туризма. Президент организации Вячеслав Тихонов у себя на странице в Фейсбуке пишет, что заниматься такими мероприятиями, как «Сказочные игры» и «Стабенский огурец» и другими, должны не те, кто делает это два раза в год, то есть, я так понимаю, тут имеется в виду правительство, а те организации, кто на этом специализируется. Могут ли НКО спасти потенциально интересные проекты, которые, по сути, правительство не получается и грамотно организовать? А почему вы считаете, что это только НКО? Ну, в данном конкретном случае речь шла БНКО. Если это будет выставлено на конкурс, такие работы, ну, я думаю, что даже наша организация примет участие в проведении... У нас есть опыт, немалый опыт проведения больших мероприятий. Мы собирали на такие мероприятия 20 и более тысяч человек. А какой о своей организации вы сейчас говорите? О телекомпании, например. Каня, у меня другой организации нет, да? Ну, мало ли, может быть, у вас еще какие-то там некоммерческие, коммерческие... Я декларации сдаю ежегодно, поэтому... Ну, вот Тихонов, в частности, упомянул, что Алексей Вершинин, зампред, как раз ответил ему отказом, заявив, что для этого необходимо провести конкурсную процедуру. И как раз с помощью этих конкурсных процедур в 2016... Что это может быть достаточно эффективно, что не произойдет монополизация отдельных структур на... Будем говорить, ну, рынок оказания услуг. Это же тоже услуга, в принципе, да? И, может, благодаря этому заинтересованные лица могут вывести эти мероприятия на более высокий уровень, что привлечет приезд сюда из других регионов. Что делается и в других регионах. То есть праздники ставятся на таком уровне, что это приносит не только траты государственные на эти мероприятия, а приносит прибыль, в том числе и частым инвесторам. Ну, тогда возникает такой момент, почему бы это правительство не сделало раньше. Ну, я очень затрудняюсь, очень сложно с эффективными менеджерами, опять же, обсуждать эти вопросы. Они больше всегда знают, как это делается. Ну, вот, я думаю, что Алексей Вершинин, здравомышлящий и руководитель, вот он увидел в этом другое направление возможности привлечения инвесторов или там участников для проведения мероприятий. Может, это кажется намного эффективнее, чем это будут делать чиновники. Ну, а если вот так вот говорить о вкусовщении, то есть вот эти мероприятия, сказочные игры на Вятке, Истобенский огурец, Вятский лапоть. Действительно из них можно сделать что-то хорошее? Ну, делаешь же в других регионах те же огурцы, только где можно купить огурец. А вы бывали в других регионах вот на таких мероприятиях? Я их изучал очень подробно в интернете. Ну, потому что я вот тоже вот иногда вот смотрю какие-то мероприятия, по фотографиям, кажется, очень интересно. На европейских мероприятиях я был, а вот здесь, к сожалению, ну, кроме того, что в Кировской области проводится, это я все видел, конечно, сам. Ну, я видел там другой подход к проведению, другие затраты совершенно были. Ну, то есть это больше денег на затраты? Ну, как вот можно сделать праздник из Истобинского огурца, когда ты не можешь попробовать продукт и купить его практически? Ну, вы, кстати, много жаловались, да, что огурцов... Правильное время, происходит закладка огурцов в яму, ну, в воду, да, в это время. То есть широкой продажи нет. Значит, его надо проводить какое-то в другое время, да, более благоприятное, или раньше, или позже. Ну, какая-то есть специфика, наверное, в проведении этого мероприятия. То есть надо подбирать время для проведения правильно, ну, и вкладываться в мероприятие. Это не должно быть таким... Я не хочу обидеть колхозника, но, знаете, вот такого типа, как раньше говорили, колхозно-сельского дела. Местечкового. Да, местечкового, да, правильно, извиняюсь. Я очень уважительно колхозникам отношусь, сельским жителям. Они трудяги большие. Но нельзя это вот просто спускать на нормазах и делать таким для галочки мероприятием. Халтурой. Да, вот где главы районов очень внимательно за этими мероприятиями смотрят, то получается другой уровень совершенно. Ну, то есть, мне кажется, тут в этой ситуации остается надеяться, что если все же это вынесут на аукцион и найдут подрядчиков для проведения, то тут все равно нужно будет очень тесное взаимодействие с местными властями, чтобы они от этого не закрылись. Конечно, конечно. Они первые, кто должны быть в этом заинтересованы. Потому что произойдет дополнительно... То есть, я считаю, что это надо делать не только на средства, которые по гранту или по аукциону правительство выделяет. А если инвестор, ну, тот участник будет еще свои средства вкладывать, понимая, что он должен в результате получить прибыль, и это верно, должен получить прибыль. А если мы будем говорить, что это такой событийный туризм, опять непонятно для кого сделанный, получим то, что мы имеем. Надо выводить совершенно на другой уровень. Вот тут я с Тихоновым согласен, что уровень мероприятия должен быть другого класса. Тогда это привлечет и людей, и инвестиции, и деньги. Нам сейчас, наверное, чуть-чуть... Может, их надо делать не так много, но делать очень качественно. Вернемся сейчас немного назад. Только не к заксобранию, пожалуйста. Нет, не к заксобранию. Ну, как не к заксобранию? Вернемся к торговле алкоголем. Видимо, кто-то из слушателей намотал на ус, что у вас есть какие-то цифры в голове. Поэтому вот вопрос, сколько денег получил в 2014 году бюджет области от торговли алкоголем? Я не знаю, есть ли у вас эта цифра? Нет, у меня в голове нет. Она есть у меня на работе где-то. Ну, статистика просто отдает продажу алкоголя, и сколько за акции получает. Ну, хотя бы относительно там 2013 года, то есть это падение вверх-вниз? Падение, насколько я знаю, что падение произошло. Падение произошло. Абсолютные цифры затрудняюсь сказать. Не готов. Ну, я надеюсь, хотя бы этой информации слушателям будет достаточно. Если будет оставлен электронный адрес, я найду и постараюсь отправить. Хорошо. Санкции против Турции. Вы сказали, что прям можете с любой стороны повернуть этот вопрос. Нет, нет. Что? Я не очень... Не крупный специалист в санкциях. Я вообще не очень большой любитель санкций. Ну, а если это раз абстрагироваться от того, что мы не будем ездить в Турцию, а перенесемся туда, где мы есть, в России, вот, как сильно взвинтят цены на русском юге, потому что они их в любой ситуации всегда поднимают? Ну, во-первых, они уже сейчас достаточно недоступны, будем говорить. Жизнь, ты сейчас туда уже дорого ездить, насколько станет дороже. Да, вот я в городе Сочи бываю только в командировке. Изучив уровень цен в городе Сочи, я не могу себе позволить туда ездить, отдыхать. Есть более дешевые регионы не на территории Российской Федерации, которую я могу себе позволить. Сочи для меня это очень дорогой город, я не могу себе позволить. Ну, что удивительно, вот люди туда ездят. Ну, туда ездят люди, или имеющие достаточно большой кошелек, или привыкшие... Имеющие проблемы с выездом, возможно. Ну, да, у нас же сейчас большой круг лиц, которым запрещен выезд за границу. Ну, или которые пользуются недостаточно качественным сервисом, а он присутствует в Сочи тоже, да. Ну, за более низкие суммы денег. Потому что даже перелет, который афишировал, что он дешевый в Сочи, да, это все равно в любом случае получается сейчас вот в 20 тысяч. Ну, за эти деньги можно в Гонконг слетать. Просто даже, ну, если сужать и уже с России, вот на Кировскую область, все равно Кировская область достаточно бедный регион, и то есть Турция все равно для кировчан была одним из основных направлений. Нет, для большинства населения это было основных направлений, конечно. Ну, может, Крым со временем станет когда-либо, но сейчас уровень, насколько я знаю, уровень... Там сейчас темно. Не, ну, темно это беда, очень плохо, что страдает население, но и уровень оказываемых услуг, и цифры там тоже впечатляют. Поверьте, это ненамного дешевле, чем в Сочи. Если хочешь иметь достаточно качественные... Ну, я вот в Крыму расплачивалась еще гривнами, мне это тогда уже не показалось дешевым. Не, ну, в то время, между прочим, Крым еще был относительно дешевый. А когда он перешел в рублевую зону, ну, понятно, что сфера услуг там, имея тем более некий отток туристов, да, она наращивала за счет величины цен, и это не совсем дешевый отдых. Если пользоваться услугами не сектора, а частного сектора, то это совсем не дешевое. Вот вы много где бываете, возможно, вы сможете что-то посоветовать, вот куда сейчас, вот куда отправляться? Египет нельзя, Турция нельзя. И вроде хочется и съездить, денег сэкономить. Ну, вот сейчас премиум направление, вот советуются со мной, я вижу, ну, премиум направление, если хочется тепло, становится Вьетнам, это как-то более-менее, ну, доступно по деньгам. Да. Очень вывешенная по времени полета получает сейчас курорт Эйлад, но это не очень дешевый отдых, конечно. Ну, у нас есть достаточно хорошие, кто-то занимается лыжем в местные курорты, где можно, там, в Казань, в Пермь, рядом, там, в Свердловской области есть места, где... Кататься можно уже. Можно кататься, а где есть тепло и море, но это далеко сейчас получается очень для нас всех. Видимо, сейчас придется не два раза в год в отпуск ездить, а подкопить денег и ехать один раз. Раз в 10 лет. Я надеюсь, все же не в 10, раз в год мы куда-нибудь сможем... Ну, скоро с ценами, которые нам представит Аэрофлот, я думаю, что мы будем редко ездить. Под занавес разворота перейдем, наверное, не к такой веселой, вернее, не веселой теме. Минувший четверг скончался экс-депутат областного ЗАГС-собрания, Сергей Лузянин. Да, сегодня похоронили. Да, сегодня похоронили уже Сергея Евгеньевича. Возникло много вопросов, и коллеги по центральному рынку, и наблюдательная комиссия назвали смерть подозрительной, сейчас ее будут проверять. Вот на ваш взгляд, то, что Лузянин не должен был выйти на свободу, это все домыслы или под ними есть какая-то... Ну, у нас с Сергеем, я с ним лично знаком, у нас были с ним достаточно сложные отношения. Он был сложный человек, чего греха таить, но тем не менее. Я рассматриваю все конспирологические версии, на самом деле, но объективной информации мы пока не имеем. Я думаю, что когда будут опубликованы и недоступны результаты экспертизы, проведенные, тогда будет более-менее понятно. Ну, по предварительным данным, причиной смерти стала атеросклеротическая болезнь сердца, но, насколько я понимаю, там все будут, сработали. У всех с первого года жизни. И все теории о холестерине, которые тоже из той же оперы, очень сложно судить. Да, понятно, что он себя чувствовал, может, и неважно, потому что он голодовки проводил. Но что произошло в действительности, я не знаю. Не берусь обсуждать. Но ничего хорошего не произошло. На этой грустной ноте мы заканчиваем сегодняшний разворот. В студии была Дарья Тепузлиева и генеральный директор и главный редактор телеканала Ренкиров Юрий Шлемензон. До встречи. До встречи. Всем до свидания. Особое мнение на 101FM